Естественно, это неправильно. Более того, мы сами сносили все контейнера, павильоны, навесы на территории Старой Барахолки. И мы не можем допустить уже строительство новых базаров из таких же контейнеров. Контейнеры являются тарой для перевоза товаров, продукции, поэтому их нельзя использовать при строительстве. Поэтому мы владельцам рынка уже неоднократно объясняли по этому поводу. И при выдаче архитектурно-планированных заданий мы поставили ему условия, чтобы они демонтировали контейнера и на месте этих контейнеров уже построили новые современные торговые центры. Такое условие мы им уже выдвинули. Как новые торговые площади, наши обеспеченные системой безопасности, вы, в частности, противопожарные, вы немножко затронули в начале нашего разговора, но подробнее на этом вопросе хотелось бы остановиться, чтобы наши покупатели и торговцы были спокойны в этом плане. Все эти требования, они отражены в наших строительных нормах и правилах, поэтому при проектировании они все это учитывались. Более того, при приеме в эксплуатацию этих торговых центров, каждый орган, госорган будет следить за тем, чтобы их требования полностью были выполнены. Особенно ЧАЭС, санэпидемистанция, есть конструктора, сейсмологи, они должны будут при приемке в эксплуатацию смотреть на вот эти стороны. Но Алматы отличается у нас активным туризмом и планами по развитию именно туристической отрасли. Вы учитываете, что в город будет наплыв туристов, будет это количество увеличиваться с каждым годом. К этому готовятся торговые площади уже сейчас? Естественно, мы при разработке генерального плана, а тем более при корректировке, сейчас ведется корректировка генерального плана города, ведутся расчеты по всем статьям жизни города, в том числе по туризму, разрабатываются отдельные схемы. И в расчетах, естественно, наш город является еще и туристическим центром, кроме того, что финансовым, деловым, образовательным центром, культурным центром. У нас город является туристическим центром, поэтому в этой стороне, в генеральном плане города тоже уделяется очень большое внимание. И кроме торговых центров, есть объекты посещения для туристов, это наши Чумулаб, Медео, сейчас будет строиться Кожейлау, кроме того, есть исторические места, есть сакские органы, вся эта инфраструктура учитывается при корректировке генерального плана города Алматы. Ну, как раз уже можно говорить о том, что шоппинг, туризм из регионов, с разных городов Казахстана, из прилегающих, ближайших городов Алматы едут к нам, чтобы покупать товары с начала модернизации рынков. Эти потоки тоже учитывались, когда строили новые рынки, да? Это учитывалось, да, учитывалось, и тем более, это уже как традиционно с начала 90-х годов, как стихийно закладывалась эта барахолка, эта традиция уже установилась, поэтому это все учитывалось, чтобы в дальнейшем весь тот поток шопп-туристов сохранялся и более того увеличивался этот поток шопп-туристов. Женап, ну здесь главное больше не построить, чем нужно, чтобы эти площади потом не пустовали. Такой анализ проводится? Я думаю, мы по нормативу все предусмотрели, а дальше уже рынок все расставит на свои места. Ну, цивильная, современная торговля, которая обеспечивает на сегодняшний день в Алматы именно по программе модернизации рынков, это еще и выход из тени той большой суммы денег, которая ранее крутилась на барахолке. Как раз о перспективах развития малого и среднего бизнеса я подготовил, мы подготовили еще один слайд, который отражает перспективы этого направления. Для малого и среднего бизнеса доля малого и среднего бизнеса в налоговых поступлениях за последние годы выросла до 66%. В конце января в Акимате состоялась встреча с бизнесменами, где обсуждали улучшение условий для предпринимательства. Ожидается упрощение ряда процедур по строительству, управлению земельными ресурсами, подключению к электроснабжению, открытию и ликвидации предприятий, таможенных процедур, налогообложения и банкротства. Таким образом, у нас создается не только инфраструктура, но и максимально упрощается правовая база, что немаловажно и для развития торгового сектора. С рынками же она связана еще и сфера услуг, например, питания. Как решили этот вопрос на новых торговых комплексах? Потому что по барахолке мы помним ужасную ситуацию, когда развозили прямо на тележках еду. Ну, в новых зданиях торговых центров предусмотрено также строительство в составе торговых центров, объектов питания. Там, конечно, еще учитываются медицинские учреждения. Ну, естественно, по гигиенистским помещениям это уже говорить не приходится, потому что это азы строительных норм и правил. Кроме этого, там будут строиться отдельные столовые, кафе, рестораны, согласно проекту детальной планировки. Тем более, есть предприниматели, которые раньше тоже имели на территории барахолки. Ну, тоже, конечно, у них были старые столовые, старые кафе. Они на своих территориях будут строить современные пункты питания. Шатат, а еще один интересный вопрос по рынку Тастак. Какая там, там планировалась тоже модернизация, на каком этапе это проектировочная работа или насколько уже продвинулась? Ну, когда мы взялись за модернизацию рынка, мы охватили весь город. И насчитали на территорию города около 7, всего 7-4 рынков. И из них, как оказалось, 34 рынка находились в пределах красных улиц города. И на территории Тастак тоже мы обязали владельцев рынков, чтобы они разрабатывали проекты. И из них уже два проекта мы утвердили на уровне Акимата. Один рынок получил архитектурно-планированное задание и разрабатывает сейчас рабочий проект, свой рынок. Ну, естественно, территория рынка в районе Тастак тоже требует реконструкции. И в этом направлении работы тоже ведется. Это район Алмалинский район, поэтому Акимат Алмалинского района ведет работу на территории рынка Тастак. Предусматривается перестроить на этом месте все, либо перенести куда-то часть? Там же есть владельцы, поэтому все остается на том месте, но будут тоже разрабатываться современные торговые центры, или, может быть, они захотят другие объекты. Поэтому вся инфраструктура останется на том же месте, только в более современном виде. Вопрос с парковками там тоже очень... Естественно, мы, конечно, такие требования предъявляем, чтобы каждый объект, не только торговый центр, все объекты, которые строятся на территории города, должны иметь на своей территории парковки для автомобилей. Своих же жителей или торговцев, или посетителей. Эта норма у нас заложена в СНИПах. А центральный рынок наш тоже с такой большой историей? Да, центральный рынок тоже входит в это число. И хотя в свое время центральный колхозный рынок строится по индивидуальному проекту. Конечно, во время рынка, рыночных условий, владельцы центрального рынка построили там павильоны, киоски, навесы, от которых сейчас нужно будет избавляться. Мы им тоже оформили архитектурно-планировочное задание, согласно которому со стороны Макатаева зеленый рынок должен построить многоярусные парки для автомобилей, посетителей. И там же они модернизируют часть зданий торгового центра. Помимо этого, они должны будут освободить территорию от улицы Макатаева до улицы Жбекжола посередине территории зеленого рынка. Раньше эта территория тоже была как проезжая часть для чрезвычайных ситуаций, чтобы могли проезжать специально технику. И по очередности сейчас объем фронта работы первоочередной мы уже озвучили. Какие дальнейшие планы стоят? За каким рынки Алматы будут начинать работу по модернизации?